С чего начинается радио? В эфире Хабаровское радио. Это был 1927 год, хотя это считается 19 сентября 1927 года официальная дата начала широкого вещания в Хабаровском крае, ну и в том числе на Дальнем Востоке. На территории Хабаровского края в то время было только около 20 примитивнейших радиоприемников, так называемые детекторные. Первые дикторы появились уже через несколько лет после 1927 года. Читали эти первые информации о том, что происходит в России, о том, что происходит в мире, о том, что происходит, ну хотя бы на том же Дальнем Востоке, читали первые инженеры и техники. Дальнем Востоке Включай. В эфире Хабаровское радио. Радио – это прежде всего голос. Вернуться в прошлое и еще раз услышать родные голоса, популярные передачи возможно благодаря фонотеке Дальневосточной телерадиокомпании. Здесь нет отопления, допускается только приглушенный свет и влажность должна быть минимальной. Стеллажи приветствуются деревянные, так как железные могут размагнитить пленку, но иногда влияние извне все же происходит. Когда-то уничтожили всего Хрущева по указанию сверху, потом уничтожили записи Вишневской и Ростроповича, немножко осталось, вот у нас где-то хранится старый ролик, там, где играет Ростропович еще 28-летний. Несмотря на то, что архив ассоциируется у нас с древностью, сейчас он представляет собой удобную поисковую систему. К примеру, нам нужно найти запись известного диктора Михаила Тебнева. Вводим информацию о нем и узнаем, что в фонотеке есть три документа. Мы начинаем нашу передачу о первом нивском поэте и прозаике Владимире Санги со вступительного слова Григория Ходжера. Прочитает его Михаил Тебнев. Я с огромным интересом прочитал вашу книгу-легенд. Фольклор советского народа обогащается теперь еще одним красочным живым притоком. Он бывший стезист. У него сложная жизненная история. Его брата репрессировали, его за это уволили с работы, с конторы связи. Он пошел искать место и вот устроился. И работал долгие годы. Написал, кстати, книгу. Может быть, глазами старожила называет. С добрым утром, говорит Хабаровск. В телерадио компании «Дальневосточная» работало много интересных и талантливых людей. В следующих наших выпусках мы будем рассказывать о их жизни и творчестве. Также мы хотели бы пригласить вас принять участие в нашем юбилее. Ждем ваших воспоминаний, фотографий, записей. Звоните нам, пожалуйста, по телефону 42-71-11. До встречи. Встреч будет в 80. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин